Привет китаец, я Романович и это просто трёп. Вы приходите на почту, вы очень мечтали о своей посылке, вы долго копили бабки и вы наконец-таки решили заказать смартфон. Вы наконец-таки решили себе позволить что-то более в этой жизни, при том, что у нас типа в стране кризис и всем очень тяжело. Но на почте вы получаете вот такую посылку. Если что-то не так вот, если допустим телефон какой-то говёный попался или ещё что-то, ну херню короче китайцы прислали, а вы у меня спрашиваете постоянно в комментариях, Романович, сними обзор, покажи, как, да чё. Я просто говорю, пацаны, 2 секунды видео, я говорю, пацаны, ну и прям название, да, там товара, то есть обзор такого-то смартфона, допустим, очень сейчас популярные и распиаренные смартфоны ЛЕКО. То есть компания ЛЕКО, вы помните этот зашквар с презентацией совсем? Романович, ну мы хотим твоё мнение по поводу ЛЕКО. И ролик 2 секунды. Ваше мнение по поводу ЛЕКО. Совсем недавно компания Redmond выпустила два продвинутых гаджета. Умный цоколь, который позволяет в квартире, на даче, в тёмном и страшном подъезде и где бы то ни было включать словно по щелчку пальца свет. Не вы подстраиваетесь под свет, а свет подстраивается под вас. Следующий умный гаджет это трекер, с которым вы больше не потеряете свою собаку, машину, ребёнка и сможете контролировать каждый вздох своей девушки. А также поставить на охрану практически любую вещь в своей квартире. Ссылки на все эти умные гаджеты будут в описании под видео. Загляни, не пожалеешь. Я вам отвечаю, зайдёт. Короче, сегодня мы с вами поговорим на серьёзную тему. И шутки, которые были изначально, то я хочу отставить в сторону. Смотрите, жители Новосибирска заказывают себе смартфоны там уже на протяжении всего лета и зацепляют немножко сентябрь. И зачастую вместо этих смартфонов приходит дерево. То есть, вот вы представьте, вы пришли, заказали смартфон, открываете, распаковываете эту коробку и там дерево. Там просто кусок дерева. Я понимаю, что, конечно, у нас вот это вот уже распиарена давно тема, что вместо айфонов кирпичи приходили с ebay. Очень много шуток про это. Но уже давно эти истории не повторялись. И мне, знаете, как-то казалось, что мы, наверное, пережили то. Ну, то есть, есть какой-то определённый бум, когда всем там прикольно, всем интересно. Потом этот бум пропадает. Вышла, значит, новость 13 сентября на сайте, что жительница Новосибирска получила вместо своего смартфона Xiaomi, получила она, значит, деревяшки. Просто тупо деревяшки напилены. Деревяшки, сука, красивые. Прям вот, смотрите, на экране у нас деревяшки. Ну, изумительные деревяшки. Блин. Если бы это было ЛиЭКО, я бы, наверное, рад, чтобы деревяшки пришли. Всё это заказывала она на Алиэкспресс. По поводу Алиэкспресса. Ну, я не хочу вам объяснять, да, допустим, скатываться на такую тему, что пацаны, ну, посмотрите, пожалуйста, там на рейтинге. Ну, вы сами прекрасно понимаете. Сейчас настолько народ на Алиэкспрессе прошален, я просто не знаю, чему учить, чему рассказывать. То есть вы абсолютно всё сами знаете. Поэтому говорить вам про рейтинги и про всё это не приходится. Я просто убеждён, что вот эта вот херня происходит где-то на грани того, что вот, смотрите, вот он Китай, да, вот он взял посылку. Вот Китай везёт, 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 везёт. И вот здесь вот, опа, таможня, таможня, да, таможня. И, знаете, мне кажется, что уже на этом этапе начинает как-то, не, вот так вот, на полшишечки, на полшишечки уже начинает вылезать, да, когда таможня. Но если, допустим, таможня в этот раз попалась добрая, да, то потом смартфон ещё долго следует. Он ещё едет и едет. И потихоньку эта всё херня начинает вылезать. Но если есть такая, знаете, ещё более лютая крыса, которая, допустим, живёт где-то в Новосибирске, там, на главпочтам, то это прям оказывается уже вот так. Это прям лютая крыса, которая делает всё уже на самом главпочтампе. Ну, или, может быть, областной какой-то там, в Новосибирской области есть главпочтамп. Возможно, это всё там происходит. То есть, я вам так скажу, что два десятка людей обратились на сайт, что у них куски дерева. То есть, после этой размещенной новости они тоже сказали, что у нас тоже, алё, у нас тоже куски дерева. Два десятка людей. То есть, прикинем, что, в принципе, просто средний смартфон стоит 10 тысяч, то, получается, на 200 штук кинули людей буквально там за какой-то короткий срок времени. На 200 штук какой-то хер кинул людей на 200 штук. Практически во всех случаях, которые, опять же, описываются здесь на сайте, то есть, здесь описываются случаи, как женщина заказала за 26 тысяч смартфон, потом описываются случаи, как был заказан 1 августа Xiaomi Redmi Note 3 за 12 600, и следующий случай Lenovo K3 за 7500. Все практически описанные случаи на сайте, всё нормально, да, китайцы возвращают бабки назад. То есть, на самом деле, интересная система, китайцы-то особо, в принципе, не виноваты, да, в этой сложившейся ситуации. Но как китайцы могут быть виноваты? Но есть такое негласное правило, то есть, оно нигде не прописано, то, что получается оплачена услуга, и дальше продавец все издержки несёт. То есть, оплачена определённая услуга, и человек в полном объёме должен получить эту услугу. И человека, опять же, не должно волновать, что там это не китайцы виноваты. Нет, услуга оплачена, и она должна дойти до двери, всё нормально. Вот когда ты сломал свой телефон, да, пускай в первый же день когда-то вскрыл, или ты его уронил, тогда, да, ты услугу получил, и ты сам просрал своё счастье. Но здесь он ещё не получил услугу, поэтому, в принципе, все нормальные, адекватные продавцы могут себе позволить и возвращают назад бабки. Другое дело, что сейчас Алиэкспресс намного стал злее, потому что, ну, развелось очень много скотов, которые постоянно пытаются вернуть бабки, хотя им приходят товары. Но, получается, чувак, который заказывал Xiaomi Redmi 3 прошку 24 мая 2016 года, не смог вернуть свои бабки, потому что нету видео вскрытия посылки. А продавец попросил у заказчика видео вскрытия посылки, и заказчик говорит, у меня его не оказалось, спор закрыли не в мою пользу, до этого случая заказывал другой телефон, который пришёл без проблем. То есть запрашивают видео. Некоторым хватает просто фото деревяшки, вот я открыл посылку деревяшки, и возвращали бабки, то есть той же самой женщине 26 тысяч вернули, а, к сожалению, мужику не вернули бабки, потому что нет видео вскрытия. Мой вам совет простой, что когда заказываете какую-то мелочь и ничего серьёзного, то забираете посылки, навряд ли что-то произойдёт. Если заказываете более-менее серьёзный смартфон, то есть там не за 2, не за 3 тысячи, а там заказываете хотя бы за 7-8 тысяч, то самый лучший проверенный способ, если вы не хотите морочиться на почте, или у вас почта не предназначена вообще для этого, то приходите домой, ставьте камеру, у кого нету камеры, невозможно поставить, просто просите, не знаю, любого чувака, кто у вас есть в квартире, и просто он ставит на мобилу всю запись, и вы прям скрываете. Не надо ничего говорить, просто разрезайте и показывайте, что у вас там происходит. Это буквально 2 минуты это видео, если вы видите нормально, смартфон всё открыли, всё, у вас никаких вопросов нет, чтобы потом вот такого ничего не случилось. Ещё что мне понравилось во всей этой истории, что только некоторые заметили, что там посылка была как-то странно обёрнута, то есть вот вы видите, да, там скотч, вот это вот сверху подклеен, это как-то уже ненормально, вот этот вот сверху подклеенный скотч, это уже как-то ненормально, вот это вот, вот это вот тоже уже как-то ненормально, то есть в идеале посылка, то есть это я просто уже заматывал, чтобы было удобно, мы сейчас здесь переезжали, чтобы это всё было таскать, в идеале посылка должна быть полностью обмотана жёлтым скотчем, никаких дополнительных документов она сверху не должна содержать, если что-то, какая-то дополнительная бумажка сверху прям приклеена, то есть А4 лист сверху приклеен, то обязательно вскрывайте на почте. То есть, значит, эта посылка либо с разницей в весе, либо она вскрывалась, потому что она там была подорвана, либо просто таможня какая-то к ней была претензия. Поэтому, если что-то дополнительное сверху наклеено, то обязательно вскрывайте на почте. Еще мне понравилось здесь вот одно обращение Валентина Забенгара. То есть, уже изначально какая-то неприятная такая фамилия. Она говорит то, что покупатели, получившие куски дерева, вместо смартфонов должны обратиться в сибирскую полицию с заявлением о мошенничестве. Этим должна полиция заниматься, всю цепочку почтового отправления проследить. Ну а если правоохранительные органы выявят, что мошенники за границей, у России есть международные договоры, в том числе по выдаче подозреваемых, в гражданском судопроизводстве это не выяснишь, только в уголовном. То есть эта женщина предлагает открывать уголовные дела по таким вещам. И она в принципе права. Я с ней согласен, что преступник, который ворует, неважно он ворует из кармана, из дома, или просто подрезает твою посылку по пути, это считается того. То есть незаконное присвоение имущества. Юрист проснулся в этом человеке. И она с одной стороны права, но с другой. Кому нахер надо заниматься какими-то посылками? У нас здесь в городе, да, воруют, у вас в городе, у любого в городе воруют смартфоны. Айфоны за 50 тысяч, там айфоны плюс, которые за 76 6 тысяч стоят, воруют, люди теряют эти смартфоны. По закону, что если человек потерял айфон 7+, его должны в полицию принести и сказать найдите пожалуйста. Но никто так не делает. И то есть получается на всех этих людей надо составлять уголовные дела. Но вы понимаете это локальный уровень. То есть здесь намного легче в городе поймать, как эту цепочку можно проследить правоохранительным органам, я не знаю. Но напишут они это заявление. Ну станет она глухарем. И что с этого-то взять? Ну станет она глухарем. Ничего ты с этого не возьмешь. Другое дело, что лучше подать жалобу на Алиэкспресс и постараться вернуть свои бабки. То есть если администрация Алиэкспресс, там во многих делах продавец не хотел, но администрация Алиэкспресс влияла в положительную сторону. То есть вот эти вот все блокировки аккаунтов возможно нормально все и сложились. То есть у людей вот недавно летом, когда у всех массово блокировались аккаунты, у этих людей спокойно, все спокойно происходило, у этих людей возвращали, то есть знали их дела и спокойно возвращали. То есть спокойно могли их заблокировать, но почему-то Алиэкспресс шел на встречу и всем практически вот этим вот людям выплачивал бабки. Вот что интересно, что Алиэкспресс, то есть если какие-то основания у тебя серьезные, то Алиэкспресс идет тебе на встречу, выплачивает бабки. То есть, никаким образом не решаются вот эти вот дела, там, подача заявления в полицию. Да, для своей души, там, облегчение, ты это можешь сделать. Но, с другой стороны, это тебе никак не поможет. Скорее всего, чувак прошаренный, который это все дело воровал, а может быть, работали как-то в группе. Поэтому, я думаю, что это, скорее всего, как-то аккуратно сливалось потом через Авито. То есть, это все мобилы продавались через Авито. То есть, в принципе, вот так вот люди работают в 2016 году. То есть, спокойно, 200 штук, работая на почте, 200 штук ты примерно наколотил по бабкам. То есть, во-первых, у тебя новые мобила, у твоей женщины новые мобила, я не знаю, у твоего сына, у брата, у свата. Еще и ты наколотил неплохо бабок. Бизнес стрёмный. Но, с другой стороны, людям это приносит доход. Спасибо за просмотр!